В современной фронт-энд разработки редко когда используется голый CSS. Обычно это припроцессоры. Sass, Less, Stylus. К счастью, добавить в Webpack припроцессор достаточно просто. Сейчас я вместо меню.css создам меню.style и здесь в индекс.js тоже поменяю. После переписывания на Stylus меню будет выглядеть следующим образом. Для того, чтобы его собрать, мне понадобится Stylus Loader. Он у меня уже стоит, поэтому просто добавлю его в цепочку Stylus. Я ставлю его последним, потому что мне нужно, чтобы Stylus код сначала обработался Stylus. После этого уже в CSS виде он пройдет через автопрефиксер, а затем через CSS Loader. Давайте я даже и обычный CSS ставлю, а это задублирую и поменяю расширение на Steel. Теперь обычные CSS будут обрабатываться вот так. Осталось вот так. Запускаю сборку. Ура! Все отлично собралось. Этот код будет работать, но в более сложном варианте, возможно, небольшая проблема. Представим на минуточку, что файлы plus.svg и minus.svg находятся не здесь. Они находятся в отдельной директории PIX. Там они живут. Там есть индекс.стил, который содержит класса для них. И этот индекс.стил подключается в меню. С точки зрения стилуса здесь все в порядке. То есть, если я сейчас перейду в консоль и запущу стилус, дальше frontend menu menu.stil. Вот. Оно все собрало. Видите? Все нормально. Однако, если я сейчас запущу вебпэк. Бум. Ошибка. Ошибка достаточно типовая. Видите? Не могу найти минуточку. С свечи из вот этой директории. Причина этой ошибки заключается в том, что стилус, как и ряд других продвинутых лоадеров при процессорах, сам обрабатывает импорты. То есть, если вернуться к нашему коду, обработка стилуса начинается с этой строки. Именно этот файл в первый раз попадает в стилус лоадер. Теперь будем называть его корневой файл. Вот он. В него через require подключается стиль pix. Он как бы вставляется вот сюда. Затем это все дальше преобразуется. Еще импорты подтягиваются, если нужны. И получается вот такой вот CSS. Этот CSS, конечно, построен не вебпэком. Я из консоли команду запустил. Но, по сути, он одинаковый. И здесь уже виден корень проблемы. То есть, когда стилус отработает, то получившийся файл передастся дальше по цепочке лоадеров. Вот сюда. Потом вот сюда. Дальше CSS лоадер получит этот жирный CSS. Он его получит вот в таком контексте. То есть, как будто он здесь создан. Соответственно, все пути, вот эти вот, он тоже будет искать здесь. CSS лоадер знать не знает о том, что существуют какие-то pix или другие импорты. Потому что стайлус работает с ними самостоятельно. И стайлус их обрабатывает до того, как CSS лоадер получает этот CSS. К счастью, большинство припроцессоров имеют способ, как эту проблему ликвидировать. Для этого есть специальная опция. Например, в стайлусе эта опция называется Resolve URL. И если стайлус компилируется с этой опцией, вот я в консоли вызываю, то в получившем CSS файле, видите, что получается? О! То есть, все пути переписываются относительно корневого файла. Это как раз то, что нам надо. Теперь вебпэк беспроблемно найдет эти пути. Запускаю его. Ура! Все сработало. Давайте проверим в браузере. Обновляю страничку. Да, все отлично. Меню по-прежнему пашет. Плюс-минус на месте. Аналогичная опция также включена в Less. То есть, если я подключаю Less Loader, то там она есть по умолчанию. Соответственно, ничего добавлять не надо. Что же касается SASS, то на момент написания этого скринкаста, насколько я слышал, я сам SASS не использую. Такой опции нет. И опять же, насколько я слышал, для этого используют такой Resolve URL Loader. То есть, добавляют его перед SASS. Он срабатывает уже после преобразования, поэтому используют Source Map, чтобы достать пути, переписать их относительно корневого файла. И после этого вроде бы все работает. Если же вернуться к стайлосу, то здесь в Loader кое-какая есть полезная информация. Например, можно поставить стил, как одно из расширений в списке, чтобы можно было рекуарить стайлос модули без расширения. Можно подключить плагины. Например, есть такой известный плагин Nib. Соответственно, его реквайрешь. И вот так, видите, стайлос подключаешь. Use Nib. Есть ряд других опций для стайлоса, которые здесь в ней перечислены. Но общий смысл такой. Если передается опция вот сюда, то за редким исключением эта опция напрямую попадает в сам стайлос. То есть нужно смотреть сам репоситарий стайлоса на тему того, что там есть уже. Вот JavaScript API и тут ряд примеров. Все это можно либо опциями передать, либо можно тут же небольшой плагинчик в стайлос блоке wp-config.js написать. Так что все отлично подключается. Любые гибкие конфигурации замечательно работают.